Добрый день всем слушателям и подписчикам моего канала! Сегодня мы рассмотрим последний ролик посвященный остановке и стоянке, в котором разберем экзаменационные билеты по теме стоянка. Итак, поехали! Рассмотрим 16 билет. Как мы с вами ранее выяснили, за населенным пунктом остановка разрешена только с правой стороны дороги. Ранее установленный знак особых подписаний на синем фоне не вводил в режим населенного пункта, а просто информировал, что где-то там есть населенный пункт. И значит, перед нами полностью загородный участок дороги. Вывод. Остановка разрешена только с правой стороны дороги, точки В. Следующие два вопроса 10 и 17 билета построены на одном общем требовании. Останавливаться для отдыха или ночлега разрешено на специально предназначенных для этого площадках или за пределами дороги. Персональный запрет на длительную стоянку, приведен нам в 33 билете. Остановочку здесь выполнять не запрещено, а вот стоянка за пределами населенного пункта на проезжей части дороги, обозначенной знаком приоритета 2.1, главная дорога, запрещена. Наличие узкой обочины на данном участке не позволит нам полностью покинуть проезжую часть. На рисунке 31 билета перед нами участок дороги с ограниченной видимостью. И сразу же напрашивается второй из предложенных вариантов ответа. Можно остановиться, но только при видимости не менее 100 метров. Да, этот запрет действительно есть в правилах дорожного движения, но имеет место только для остановки на проезжей части. Если мы съехали на обочину, а при ее наличии мы просто обязаны были съехать на обочину с целью основки или стоянки. Претензия по видимости в 100 метров к нам не предъявляется и значит остановиться в указанном месте просто можно. Следующая группа вопросов проверяет нас на знание требований в зоне действия запрещающих знаков. В пятом билете запрещающий знак 327 будет отменен знаком особых уже разрешена. В 36 билете два автомобиля остановились на дороге имеющий перекресток и обозначенный знаком запрещающим остановку. Помним прекрасно, что действия большинства запрещающих знаков заканчиваются за перекрестком. При этом знак приоритета сам по себе не является точкой снятия запрета. Перекресток нужно было все равно проехать, а значит водитель автомобиля нарушил правила остановки. На рисунке 13 билета перед нами дорога оборудованная технологическим разрывом, которым мы можем воспользоваться при необходимости развернуться благодаря информационному знаку 631. Место для разворота не является перекрестком, и значит действие запрещающего знака никто не отменял. Остановка в указанном месте запрещена. Билет 37. Участок дороги, проходящий под путепроводом, обозначен запрещающим знаком 328. Стоянка запрещена. Путепровод не перекресток, запрет не отменен, и поэтому остановиться в указанном месте нельзя. Поедем искать место для стоянки дальше. Следующая группа билетов переносит нас в населенный пункт. На рисунке 7 билета перед нами дорога с односторонним движением. И значит, мы, управляя легковым автомобилем, можем остановиться и с правой, и с левой стороны дороги, выполнив требования запрещающего знака, который распространяет свой запрет только с точки установки и только на правую сторону дороги. Значит, в точке А и В нам разрешено поставить автомобиль на стоянку. Рисунок 21 билета. Разницы нет. Перед нами перекресток или заезд во дворы. Мы обязаны поставить автомобиль так, чтобы он не загруднял движение и не ограничил видимость. То есть не ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части. Перед нами вопросы 30 и 18 билетов с подобными рисунками. Кстати, подобные вопросы и приводят в большинстве своем к ошибкам, когда мы пытаемся их зазубрить. Рассмотрим ситуацию детально. Перед нами участок дороги, на котором запрещающими знаками 329 и 330 запрещена стоянка и только стоянка. Запрещена поочередно то с левой стороны дороги, то справа. Но в правилах дорожного движения есть одно уточнение. При одновременном применении знаков 329 и 330 на противоположных сторонах проезжей части Разрешается стоянка с обеих сторон проезжей части с 19 до 21 часа. Так называемое время переостановки. Прекрасно помня это дополнение, все радостно нажимают на соответствующий вариант ответа. Но в 30 билете это действительно правильное решение. А вот в 18 нет. Приспотневшись внимательно на рисунок, мы видим, что автомобиль не пересел зону установки знаков. А значит претензий к нему по остановке правила не предъявляют. Остановка здесь разрешена. Поехали далее. Перед нами вопрос 10 билета, на рисунке которого дорога с запретом на стоянку. И знаком дополнительной информации конкретно определена дистанция такого запрета 50 метров. Сориентировавшись на местности, мы видим, что точка запланированной стоянки попадает в зону запрета. А значит стоянка здесь запрещена. В 23 билете запрет на стоянку определен зоной действия желтой прерывистой линии разметки. И значит в этом месте стоянка тоже запрещена. В отличие от предыдущих вопросов, остановка в месте указанном на рисунке 24 билета разрешена. Знак 3.27 строгий и соответственно запрещает и остановку и стоянку. Но дополнительная табличка указывает направление действия этого знака. Перед знаком стоянка запрещена, а вот за знаком запрет на остановку и стоянку заканчивается. И снова перед нами похожая улица с запретом на стоянку. Но запрет введен не запрещающим знаком, действие которого распространяется только на ту сторону проезжей части, где он установлен, а знаком особых предписаний 5.27 зона с ограничением стоянки. Место, с которого начинается территория, участок дороги, где стоянка запрещена. Соответственно стоянка запрещена и с правой и с левой стороны дороги. В указанном месте останавливаться нельзя. В следующей группе вопросов вспомним расстояние до объектов, запрещающих стоянку. Билет 23. Мы с вами знаем, что стоянка запрещена ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси, обозначенных соответствующей разметкой или знаком. А значит не менее 15 метров правильный ответ в этом вопросе. В шестом билете нам предлагают остановиться за 15 метров до автобусной остановки. Но нас так дешево не купить. В этой ситуации есть еще ряд запретов. Остановка запрещена на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним. Последнее требование водитель не выполнил. И соответственно поставить на стоянку автомобиль в этом месте запрещено. В каком случае водителю разрешается поставить автомобиль в указанном месте? Водитель проехал за пешеходный переход. Обязан обеспечить выполнение обоих требований указанных в ответах. Он должен остановиться от сплошной линии не менее чем 3 метра. А также обеспечить расстояние до пересечения с проезжей частью не менее 5 метров. То есть при выполнении обоих перечисленных условий стоянка будет разрешена. В 11 билете нам приведен персональный запрет на стоянку. Остановка запрещена только на ЖД переезде. А стоянка запрещена еще и за 50 метров в обе стороны. И значит правила стоянки нарушили оба водителя. Начинаем парковаться. Поехали. 19 билет. Кто из водителей нарушил правила стоянки? Место парковки обозначено знаком П Парковка и дополнено табличкой 861. Это единственная табличка, отображающая способ парковки, Которая распространяется на все транспортные средства. И значит водитель автомобиля Б нарушил правила стоянки, не выполнив требования знаков. Все остальные знаки дополнительной информации, прописывающие способ парковки транспортных средств, кроме 861, распространяют свои требования только на мотоциклы и легковые автомобили. На знаниях этих требований построено решение следующих билетов. Вопросы из 35 и 40 билетов предъявляют нам комбинацию знаков П Парковка и табличка 863, которые обязывают поставить на парковку с заездом на тротуар только легковые автомобили и мотоциклы. А значит в 35 билете только водитель грузового автомобиля нарушил правила остановки. Кто из водителей нарушил правила стоянки? Спрашивает у нас вопрос 24 билета. Водитель красного автомобиля А не выполнил требования знаков, тем самым нарушил правила дорожного движения. В 5 билете аналогичная комбинация знаков, но водитель грузового автомобиля независимо от своей грузоподъемности не имел права обращать внимание на эти знаки, так как табличка 863 отношения к грузовикам не имеет. И соответственно водитель грузовика нарушил правила стоянки. В этом месте он имел право поставить автомобиль параллельно проезжей части. Билет 20 не создаст нам проблем. Мы уже знаем, что из всех автомобилей только легковые автомобили можно поставить на стоянку указанным на табличке способов. А это означает, что в 29 билете водитель грузового автомобиля нарушил правила остановки. Вопрос из 22 билета предлагает нам комбинацию знаков. П парковка дополнена табличкой 851 и значит остановка разрешена в субботние, воскресные и праздничные дни. Далее рассмотрим рисунок 5 билета. Перед нами расширение дороги с правой стороны, которое мы можем смело использовать для стоянки. Конкретных предписаний по способу парковки не было. Значит, останавливаемся без заезда на тротуар и обязательно параллельно проезжей части. Вывод. Водитель автомобиля А нарушил правила стоянки. В рисунке 30 билета нет запретов на стоянку в указанном месте. Но никто не разрешал водителю автомобиля останавливаться поперек проезжей части. В 8 билете водитель с целью стоянки выперся на тротуар, нарушив все прописные истины. И в заключении разберем рисунок 3 билета. Дорога, на которой с целью стоянки остановился мотоцикл и автомобиль. Кто из них нарушил правила стоянки? Мотоциклист, остановившись на краю проезжей части, не должен беспокоиться о зазоре между собой и сплошной линией разметки. Так как разметка не совсем сплошная, а сплошная с прерывистой. И прерывистая сторона разметки обращена к мотоциклисту. Соответственно, позволяет объехать мотоцикл другим участникам дорожного движения, не нарушая правил дорожного движения. А вот с какой целью водитель легкового автомобиля выперся на тротуар, непонятно. Этого ему никто не разрешал. Вывод. Нарушил только водитель легкового автомобиля. Ну вот и все. Мы разобрали все вопросы про стоянку из экзаменационных билетов. Желаю всем удачи в достижении поставленной цели. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok